Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это надо, если вы можете найти, ну, это и вам не стану шляпку. Самый трудный с ним. Ну, обычно такие вещи прячутся, а? Всё-таки битва защищает. Битва защищает. Битва защищает. Битва защищает. Битва защищает. Ну, защита имеется в виду, сейчас у нас очень много защит, которые там всякие. Вот, визуализируйте вокруг себя огненный шар. Либо, не знаю, кирпичную стену, я имею в виду, у такого плана ещё, ментального. Они не работают, потому что они работают только до тех пор, пока вы держите этот облак. Только вы отвлеклись, у вас уже стена упала, шар растворился, а вам всё равно оно улетает. Поэтому против притвавки должна быть притвавка. Против притвавной маяки работает только притвавная. – Есть какой-то способ, я же проверяю, ну, периодическое произошло, чтобы тогда визуку не было ранее. – Как это почувствовать? – Есть. Буду давать дальше обереги, когда с ним что-то случается, скорее всего, по вам будет. Есть такие маяки, которые для себя всегда планируют. – Такое нужно ещё заслужить для того, чтобы по вам кто-то, такое нужно ещё заслужить. – То есть на кого-то комплектно нарваться. В таком случае ваше действие первым делом почистится, если не можете сами, значит, кому-то, следующее – это ставите под пассивную защиту на какое-то время. – Ну и дальше процесс восстановления. – Опять же, если кого-то снимаете, то тоже обязательно сделается очистка, а потом ставится защитка на человека. – Следующий момент – это так называемый «сквас». Взрослого человека сглазить тяжело, на самом деле, потому что мы более или менее все энергетически достаточно сильные для того, чтобы этому делу противостоять. Сглаз обычно это возникает при повышенном внимании человека с очень сильной энергетикой. То есть у человека большой потенциал и он просто уделяет внимание. к примеру ребенку. Он может ребенка похвалить. Он может ребенка, ну нельзя это, со злостью. То есть повышенное внимание – это и невозможность переработать лишнюю энергию. То есть это когда человек не способен переработать эту лишнюю энергию. У него получается такой, как это даже сказать не знаю, энергетический запор. Так что образ будет понятен. Невозможность переварить. Большое количество. Ну и для взрослого человека это тяжело. И чаще это с детьми бывает. Вот в этих случаях как раз работает яйцо, работает то, что ты говорил, слив, вода. То есть это просто снимает лишнюю человека. Следующий момент – это проклятие. Ну это вообще. Тоже очень любимое слово нашими экстрасенсами. Тоже ко многим приходишь и начинает рассказывать. У тебя родовое проклятие. Это обязательно. Палец в рот не клади. У каждого родовое проклятие. Ну и пока решили не надо. У кого-то тоже это не надо. Но проклятие нужно заслужить. Тоже можно. Конечно. Проклятие, в случае с проклятием, это когда человек вас ненавидит настолько, что готов положить собственную жизнь для того, чтобы только вас уничтожить. И чаще всего, если проклятие делается, действительно проклятие, то умирает и тот, кого прокляли, страдает, и тот, кто проклял. А само проклятие как? Да что же вот эту вот энергетику просто конкретно направляешь? Само проклятие, да. Это мощнейший энергетический посыл. То есть человек тратит всего себя на то, чтобы... И не обязательно ритуалы при этом делать. Необязательно. Необязательно. То есть это, вероятнее всего, это под большого года. То есть когда работает проклятие. Когда, к примеру, у женщины погибает ребенок по вине кого-то. Она готова все отдать. Только чтобы его уничтожить. Только чтобы уничтожить и уничтожить. То есть она всю себя, всю свою жизнь, она все отдает только для того, чтобы уничтожить и уничтожить. Ну, родовое проклятие, это когда она полностью проклинает весь полотца. Поэтому проклятия могут быть как заслуженные, так и не заслуженные. Заслуженное проклятие, это когда человек нанес адекватную обиду. Равноценную обиду. В случае, если по его вине кто-то погиб из родственника. В случае, если поломал жизнь так, что довел до самоубийства. То есть тоже такие вот вещи. Если человеку просто, если колумбы просто на ногу наступили, и за это проклятие прилететь может. То есть, могут так вот. Бывают особо злые личности, которые уходят и проклянают всех, и все на свете. Картится. Это ж никакое проклятие, кто-то полный. Это ж не то же самое, что проклятие, кто-то полный. Но он не может. За такими людьми обычно стоят определенные сущности. И он уже не со своей силой, а с их помощью это делает. И подавно уже ходит и проклянает. Это как инструмент, да? Вы скупали бы чего-то. И все равно достигает. А он завалит цель. Оно, конечно, егу мучает, но егу муле. Егу просто, если этого не делать, просто продает. Поэтому приходится. И сделать ничего нет. А? И сделать ничего нет. А он еще замечательный или он? Который такой бед? Да. Ну можно его закрыть? Нет. Ну зачем его закрыть? Закрыть имеется ввиду в плане любых способностей. Вот. Но вот, да, после того, как вы его закроете, он либо окажется в психушке, либо в монастыре. Конечно. То есть это такое изменение? Ну если какие-то действия, допустим, предположения эпизодов встречи с тем человеком, ну минут пять-десять, допустим. Возможно представить бы, как бы там, энергетические коконы, что-то там, это сработает. Ну, допустим, находясь в плане. Это уже будет на уровне, кто сильнее будет. А зачем эмоциональный посыл сегодня? Ну нет. А с глаза работает эта визуализация такая? Работает. Если вы удерживаете достаточно. Ну, все слои начинают. Ну, все слои начинают. Так, прежде, закрыть это того человека, который послал, или закрыть того, на кого послали? Нет. Закрыть, спрашивали про возможность того, который послали. А. Да, есть. А спасти того человека, на которого посылали? Тот, на кого посылают, это воск, это травы, то есть в принципе это убирает. Что еще из такого распространенного? А, ну, привороты. А не заслуженные проклятия? Да. Незаслуженные проклятия вы имеете право снимать. Незаслуженные проклятия, в принципе, воском убирается. Иногда не за один раз, но воском убирается. А как знаешь, что оно не заслуженное? Расколько? Ну, уверен со второго рода, да? Со второго поколения, можно занять их проклятие. А? Проклятие, если не заслуженное, то можно со второго поколения выбирать на то, что занятие. Незаслуженные, с охрой? Да. Незаслуженные медикаменты, заслуженные, заслуженные да. Можно пытаться во всяком случае убирать со второго металла. Т.е. если брук или рот, то можно выводить человека. Но есть разные способы вывести из-под тропы. Можно его переложить, можно снять полностью, может не получиться. А первым вопросом ты даже не успеешь помочь, т.е. если непосредственно на этого человека, то ты даже не успеешь помочь. Он, знаешь, запьется, по машинам попадет, но не успеешь. Если на одного человека, то в течение недолгой жизни. не очень хорошего. Если по роду, то не глубже семи поколений. А тот, кто проклинает, сколько он будет жить? Тот, кто проклинает, он ложит себя полностью на это. И то же самое, с пиццем может дать и что вы говорите? Ну, скорее всего. Ему просто это злобоспец. Человек будет всю жизнь жить в этом состоянии. Это Атлас. Он попадает в Атлас. Он всю жизнь ложит только на ненависть к кому-то. А если он подумывает и все-таки трансформирует свою ненависть, тогда возможно изменения? Или вы это уже… Уже все. Обратной силы не имеете. Если человек просто в сердцах что-то брякнул, не то, что там… Но на ногу наступили… Это посыл. Это посыл. Это… Мелочи жизни. Ну все равно, как же просмотреть, если есть незаслуженное проклятие, будто он… Понятно, через внутренний айсник получится. Мы завтра будем воск разбирать. Полностью. В смысле они будут неинтересовать. Ну, еще такой момент. Привороты, отвороты и прочее. То есть, когда делается приворот, приворот делается только на какое-то определенное время. Он не работает навсегда. Сделать так, чтобы навсегда не получится. Периодически его надо обновлять. Ну, делается по разным причинам. Понятное дело. Причем делается, может, как мужчинами, так и женщинами. Почему-то считается, что только женщины приворачивают, которые привораживают. Обратные случаи встречаются. Ничуть не режут. Действует определенное время. Ну, и здесь еще такой момент, что человек со временем просто начинает ненавидеть того, кто привораживает. Это тоже физический носитель? Да. Там чаще всего физический носитель. Там утку привораживают. Это своего рода торча. Это своего рода торча. Потому что это вмешательство в психику, вмешательство в волю, подавление воли человека и навязывание определенных программ действий. Чаще всего он работает исключительно на сексуальном уровне. Снимается? Ну, да. Снимается. Работает чисто на сексуальном уровне. То есть, ну, вот тянет. Ничего сделать не может. Жест. Ну, тянет и все. Причем, как говорят, я ее ненавижу просто уже. Я на нее смотреть не буду. Но тянет. Но тянет. Ну, вот я, вот, как сумасшедший. Два-три дня, вот, срывается и видит. И ничего не отмажет. Ну, я так понимаю, что... А сам человек может это преодолеть? Ну, то есть, если, например, все-таки волят, собственно, сияют? Нет? Ну, да. Например, та же гармонизация чакр. Там, наверное, сложнее всего. Или провожу, как правило. Как-то там прежде всего понять, что она у тебя сидит. Не думать чего-то. Да. Это же еще такие есть. Это же нужно еще заметить, понять, принять. А еще обычно это же все происходит в розовых очках. Потом, когда розовые очки уже испадают, и вроде как начинают искать, начинают осознавать, что действительно, ну, ненавидят, ну, тебя. Обычно это уже под конец. Это уже под конец, когда вот уже должны обновлять. За сколько лет подходит? Самое интересное, что есть. Разные? Разные. Есть. Есть на три года, есть на семь лет. Ну, на семь лет. За семь лет это такое подавление жертвы, что потом, как бы, тому, кто делал приворот, ему уже эта жертва не нужна. Потому что это еще и вот давление на психику. Человек, значит, может начать пить. Может начать уходить куда-то, вот во что-то. В азартные игры, в алкоголь, в наркотики, во что-то. Потому что он чувствует, что вот есть какое-то подавление. Ну, пытается расслабиться, пытается ослабиться самостоятельно. Но он не помогает. Либо помогает на какое-то короткое время. То есть, если он выпил, он расслабился, ему уже никуда не тянет. Потому что он до бессознательного состояния напился, тогда его уже не тянет. То есть, за семь лет, что мы получаем? Алкоголик. Который, в принципе, уже никому не нужен был. Ну, тогда уже выбрасывает. Чем ты сейчас снимаешь? Чем снимаешь? В том числе воском. Ну, тот, кто сделал с приворотом, что же не сюда будет скинуть? Ну, как, что? Сейчас где будет? Ну, проклятие, да? Ну, нет. Сейчас смотрите. Когда человек проклинает, то он отдает всего себя от этого. А когда он делает приворот, он от себя всего не отдает. Ну, привороты-то же специалисты делают? Ну, да. А, так как иначе получится? Как иначе получится. Как иначе получится. Ну, да. И больше. Через бытие аллергии вороты. А, в смысле? Ну, типа взял, прочитал и сделал. О, да. Разве? С разбивом. А что, нет? Не работаю или выходи? Ну, не без. Ну, зависит от человека. Он побудет только нет. Если есть полон. То есть, очень большое желание есть. Ну, сила... Я просто не желательная. Стала. Я просто не желательная. Стала. Ну, не всегда у нас работает. Не всегда, да. Большое желание есть. Потому что, большинство вещей, которые описаны в интернете, они либо написаны коряво, либо написаны специально таким образом, что... ну, мало просто почитать и исполнить. Если есть подробность, то можно самому себе навредить. Понимаете, к примеру, тот же самый, тот же самый, как это. Обряд венчания, это тоже, по сути, приворот. Приворот? Да. Серьезно? Да. Да. Обряд венчания, это тот же самый приворот, с одного, с другой. Вот. 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 Работает, ну, таки, долго. А славянские вот эти обряды соединения? Не знаю. Если они не знакомы. Ну, а развенчивание же тоже есть после свечения? Есть. Только надо уж, у кого уж разрешение спрашивать. Ну, если свеченьки же делают обратный процесс. Ну, свеченьки, сейчас и машины святят, это собачьи. Свеченьки. Свеченьки. Свеченьки дают акт у развенчивания. Свеченьки делают обратный. Пишешь прощепрошение? Паритуал, может, только по развещению местного правы церкви. Как это? Пишешь заявление. Пишешь заявление, а через месяц приезжаешь и получаешь документ, что ты развеечен. Куда писать церкви? Прием общественного права я делала там. А, то есть, например, если в какой-то области, то надо понимать, какая церковь главная, да? Ну, там в любой церкви я не знаю, какая главная. Не знаю, кто у них епископ. В Англии у нас же целая религия вокруг этого новая возникла. Англиканская церковь. Только потому, что король Англии не мог развестись без разрешения Папы Римского. Пришлось отделяться полностью. То есть, нужно сильно окунитировать, да? Почему ты хочешь это делать? Ну да. Вот. В общем, это, в принципе, тоже является приволоком. Вот. И действует довольно-таки здорово. А что-то нужно присутствовать на этом развлечании? Ага. Не знаю. Не нужно. Так вы, может, они просто бумажку выслали и все? Не выслали, поехал за правую. Андрей. Осторожно. Наверное, что они... Сейчас. Продолжение следует...